Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии. На сутки мы стали, ну практически на сутки, ближе к самому важному, наверное, событию этой недели. Это публикация итоговых протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы, где, надеемся, мы услышим кат-критику по срокам повышения процентной ставки. Еще раз напоминаю, что это событие номер один, и мы сейчас близки, собственно, к развязке, как никогда. Разумеется, продолжим следить, параллельно анализируя общий фундаментальный фон, макроэкономическую статистику по штатам. Но что-то подсказывает мне, что интересные, скажем, сюрпризы, ну и, в принципе, какие-то неожиданности, наверное, позитивные для доллара, могут поступить уже в сентябре, когда мы, собственно, будем надеяться с большим количеством прочих инвесторов и трейдеров на судьбоносное решение и фактическое такое прорывное событие для всех финансовых рынков, связанных с возможным потенциальным ужесточением монетарного режима. Ну, обо всем по порядку. Разумеется, завтра с утра мы вернемся к протоколам, посмотрим, в принципе, на что стоит делать ставку, чего ожидать, еще раз обсудим, скажем, то окружение, с которым мы подойдем к этим протоколам, но в четверг, разумеется, уже первым делом подведем итоги столь важного для рынков события. Сейчас давайте еще раз вкратце напомним наш традиционный сценарий. Это по ходу брифинга будет обозначено кодовое слово, но позволяет вам получить дополнительный бонус на пополнение, плюс к тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании. Соответственно, чтобы воспользоваться этим бонусом, достаточно будет связаться с вашим персональным менеджером и, разумеется, потребовать его получения на пополнение. Бонус позволяет повысить покупательскую способность ваших депозитов. И еще раз напоминаю, что на фоне весьма волатильных торгов, это неплохой помощник, подспорье для, скажем, более выверенных, четко просчитанных инвестиционных и спекулятивных сделок. Предлагаю начать с наших традиционных активов. Это российской валюты и динамики черного золота. На текущий момент мы видим то, что бренд у нас торгуется в районе 48-55. Вчерашняя торговая сессия, мягко говоря, негативная. Видим то, что черное золото никак не отпускает общий фундаментальный фон, продолжает оказывать серьезное давление. В принципе, это уже абсолютно очевидно, заметно, наверное, на всех таймфреймах, которые мы не проанализировали бы по динамике нефти. В частности, бренд сейчас находится на многомесячных минимумах WTI и вовсе протестировал вчера 6,5-летний минимум. Я думаю, что это еще, соответственно, не предел. Черное золото продолжает сыпаться вниз. И каждый раз, когда мы возвращаемся к фундаментальным предпосылкам, идеям, новостному фону, касающимся как раз перспектив нефти, мы находим дополнительные сигналы в пользу того, что этот актив будет и дальше находиться под преимущественным давлением. Преодолели поддержку 50 долларов за баррель. Сыпемся, идем ниже по бренду. Я считаю, что до следующей цели 48 остается чуть-чуть. Далее до нашей среднесрочной идеи 47, может быть, потом еще чуть ниже 46, останется рукой подать. И, честно говоря, я думаю, что вы так же, как и я, вряд ли удивитесь, если в ближайшее время мы коснемся уже другой поддержки в районе 45 долларов за баррель по бренду. Ключевая идея неизменно. Она серьезна сейчас. Побороть ее, впрочем, новостному фону практически не представляется возможным. И эта идея касается избыточного предложения на рынке энергоресурсов и отсутствия соответствующей поддержки со стороны спроса. Следим за объемами производства, выработки. Знаем, что они зашкаливают. ОПЕК давно превзошел квоту, уже приближается к, по сути, рекордным объемам производства. Знаем, что вот-вот не за горами еще дополнительные объемы и поступления со стороны Ирана после снятия финансово-экономических санкций. Против нефти также можно сейчас уже использовать и вчерашний фундамент. Из событий вчерашнего дня, касающихся нефти, можно отметить прогноз от Морган Стэнли. И этот прогноз направлен на то, что в 2016 году нефть, даже спустя, в перспективе года, нефть не сможет избавиться от того фундаментального прессинга, который сейчас на нее оказывается. По версии, по оценкам и по прогнозам Морган Стэнли, черное золото может даже в 2016 году уйти даже ниже 40 долларов за баррель. Но столь длинный инвестиционный день давайте пока не будем торопиться. Все-таки мы знаем, что достаточно на рынке появится такому триггеру, связанному с восстановлением Китая. Может быть, хорошие макроэкономические данные, производственный сектор, улучшение темпов экономического роста. Конечно же, сейчас этого нет. Но, конечно же, сказать, что Китай не сможет найти сейчас каких-то оснований для восстановления, было бы неправильно. Китаю виднее, если они смогут выкрукаться, скажем, из той экономической пропасти, в которой продолжают лететь уже многие годы, я считаю, что это может стать потенциальным фактором как раз восстановления цен на энергоресурсы. Поэтому Китай, вместе с тем, как оказал серьезный прессинг на сырьевые активы, может также и реанимировать спрос в их отношениях. Но пока это не происходит. Это также просто сценарий, возможные ожидания. И не стоит забывать, что в декабре нас ожидает еще заседание ОПЕК. В начале декабря она пройдет, где снова обсудят объемы производства, выработки в рамках нефтяного картеля. И мы знаем то, что, в принципе, этот нефтяной конгломерат вполне способен, разумеется, повлиять на общую расстановку сил и на будущие ценовые ориентиры для черного золота. Может быть, Саудовская Аравия, которая в последние месяцы в прямом смысле плачет из-за текущих актуальных цен, сможет убедить прочих представителей ОПЕК, чтобы они все-таки, скажем, снизили объемы производства, может быть, даже понизили квоту. И это может стать потенциально еще одним обычным, разумеется, сигналом, которого сейчас не наблюдается, но который, в принципе, может быть. Что касается актуального, реального фона, все-таки давайте сейчас не отказываться от коррекционных идей, продолжать двигаться вместе с нефтью дальше. Может быть, даже в качестве еще одного негативного фактора хочу добавить ожидания от Министерства энергетики США, что в ближайшее время, в перспективе двух-трех месяцев, американские производители снизят объемы переработки нефти из-за сезонных факторов. Соответственно, если это случится, запасы в главном нефтяном терминале и хранилище в Кушинге начнут стремительно расти. Они и так уже приближаются к номинальным показателям. Напомню, что Кушинг – это, по сути, главное хранилище для Соединенных Штатов Америки. Оно используется для обеспечения фьючерсных контрактов на поставку в нефти марки, разумеется, WTI, для Нью-Йоркской биржи, соответственно, на АМКС. И если такой сценарий будет реализован в плане снижения объемов переработки нефти, разумеется, номинальные показатели будут, по сути, реализации наполняемости зашкаливать. Это будет транслироваться на прочие энергетические хабы, которые рассредоточены на территории США. И к концу года, я уверен, что будет такой затяжной цикл, когда мы будем констатировать факт прироста запасов, что, разумеется, может оказать еще большее давление и поспособствовать еще большему снижению цен на энергоресурсы. Российская валюта, разумеется, в связи с этим и в связи с отсутствием поддержки со стороны Национального Центрального Банка вынуждена сейчас поддаваться этому общему понижательному тренду и вместе с коррекцией цен на черное золото демонстрируют такие же виток за витком девальвации. Сейчас на рынке присутствуют очень серьезные инфляционно-девалюционные ожидания. Они, может быть, являются сейчас, точнее, не может быть, а наверняка для монетарного руководства одним из самых серьезных рисков, который уже распространяется по всей экономике России, поскольку, опять же, эти ожидания уже в 2014 году стали причиной еще большей девальвации рубля, доларизации экономики, конверсионных сделок и колоссальных темпов оттока капитала. Ситуация может повториться сейчас, а может быть, даже оказаться уже в гораздо более негативном свете, потому что мы сейчас видим, что рубль уже пробил мощное сопротивление 65 рублей за доллар, уже торгуется выше актуальной котировки 65,49 и без поддержки Центрального банка следующий уровень находится в районе 67, 68 и совсем среднесрочная цель 70. До сих пор не ясно, где тот переломный момент, когда Центральный банк собирается вступить в игру. Кто-то говорит, что Центральный банк не вмешивается, потому что, в принципе, не способен этого делать, поскольку нет инструментов, которые российские мегарегуляторы и российские монетарные власти могут задействовать и повлиять на ситуацию на валютном рынке. Мы об этой ситуации говорили, я, скажем, назвал как минимум три инструмента. Если вы помните, это интервенции, соответственно, усовершенствование механизмов валютного репо и повышение процентной ставки. Я считаю то, что любое из этих средств, конечно же, может изменить, повлиять на вот эту тенденцию ослабления рубля и развернуть этот тренд в другое русло, то есть поспособствовать спросу на российскую валюту и соответственному укреплению. Этого пока не происходит, не ясно, конечно же, где, возможно, будут задействоваться эти инструменты. Может быть, Центральный банк прекрасно понимает, что текущие, скажем, уровни, даже несмотря на то, что они трудно сейчас даже воспринимаются большинством населения, но это всего лишь цветочки. Ягодки могут находиться на совершенно других уровнях девальвации. 75-80. Это тоже среднесрочные взгляды, но если, опять же, бренд будет и дальше корректироваться, окажется ниже 40 долларов за баррель, пойдет в район 35, но, разумеется, эти ценовые ожидания также станут актуальными. Что касается факторов поддержки сейчас для рубля, еще раз напоминаю, налоговый период, он уже фактически действует, пик платежей придется на 25 августа. И если, конечно же, рубль хочет показать своим основным конкурентам характер, я думаю, что делать это нужно уже сейчас, потому что локальная поддержка через спрос на рублевую ликвидность присутствует. И если хочется, скажем, оказать сопротивление и доллару, и европейской валюты, вернуться там в район хотя бы 62-62,5, сейчас нужно уже действовать. Но, к сожалению, про сегодняшнюю торговую сессию пока не будем ничего говорить, потому что мы говорим только, точнее, мы делаем акцент на котировки премаркета. Неясно, где закроет день сегодняшнюю торговую сессию рубль против доллара. Но я все-таки повторяю идею прошлого дня, и эта идея связана с возможностью локального укрепления, опять же, по причине появившейся фундаментальной поддержки, связанной с налоговым периодом. Других идей пока что на рынке нет, разумеется, если они появятся, мы вернемся к их обсуждению и посмотрим, может быть, проведем такое спекулятивное перепозиционирование и определим новые цели. Но пока долгосрочно, среднесрочно делаем ставку на сохранение давления на рубль, краткосрочно можно попробовать, скажем, понаблюдать за потенциальным в связи с налоговым периодом усилением позиции рубля против доллара до ценового значения в 62,5. Идем дальше. Европейская валюта против американского конкурента, актуальной котировки 1,1055. Начали эту неделю мы с сохранением понижательного тренда, который был заложен еще в прошлой торговой сессии, то есть в четверг-пятнице, когда евро-доллар свалился с локального хая 1,1213. Учитывая текущую котировку, можно сказать, что почти две фигуры евро уже отбил. И это коррекционное движение, конечно же, более фундаментально оправданно, экономически обоснованно, ну или, по крайней мере, нами весьма ожидаемо, поскольку мы детально анализируем общий фундаментальный фон. И уже давно пришли к выводу о том, что евро, при всем уважении к этой валюте, должно находиться сейчас на более низких ценовых уровнях, чем, ну точнее, против американского конкурента. Причины ослабления евро. Конечно же, слабые макроэкономические данные, вспомните ВВП прошлой недели, усиление позиций американской валюты. Что касается статистики, еще ни в коем случае не нужно забывать про фактически дефляционную реальность, которая уже снова случилась для еврозоны, поскольку пятничный отчет показал, что месячный эквивалент индекса потребительских цен снизился до минус 0,6%. Это риски, которые мы прогнозировали, теперь они реализованы, и, разумеется, здесь вывод напрашивается сам собой. Программа количественного смельчения в текущем формате, как по срокам, так и по объемам, она не совсем состоятельна. Значит, быть может, следующим шагом со стороны европейского мегарегулятора будут уже новые экономические стимулы, которые станут негативным фактором для евро и могут оттолкнуть главный валютный риск ниже уровня 1,10. Точнее, в этом даже не нужно сомневаться. Но вот какой уровень будет следующим, 1,08 или 1,05, это уже покажет время. Но мы делали ставку как раз на позиционный трейдинг и возможность все-таки коррекции евро-доллара в район, как минимум, сейчас 1,08. Что касается главного катализатора движения европейской валюты этой недели. Разумеется, этим катализатором выступят завтрашние протоколы последнего заседания комитета по открытым операциям на финансовых рынках ФРС США. Сейчас остается только прогнозировать, гадать формат риторики представителей ФРС. Но, опять же, учитывая приближающийся сентябрь и, соответственно, постоянно усиливающиеся спекуляции на тему повышения краткосрочной процентной ставки, учитывая фундаментальный фон, хорошие макроэкономические отчеты буквально по всем секторам американской экономики, в целом у нас достаточное количество аргументов, позволяющих, собственно, склоняться в пользу того, что американская экономика вполне готова к долгожданному решению по повышению краткосрочных процентных ставок. Сейчас это, напомню, идея номер один, это идея определяющая, и евро-доллар позволяет нам анализировать как раз два валютных актива, европейскую валюту и американский доллар, как очевидный контраст и расхождение монетарных режимов. Потому что по ЕЦБ мы уже сделали ставку на то, что Марио Драги может задействовать дополнительные экономические стимулы. Что касается ФРС, здесь, разумеется, уже абсолютно полярное ожидание, касающееся ужесточения монетарной политики. И это еще один серьезный аргумент, мне кажется, убедительный довод, позволяющий среднесрочно и уж тем более долгосрочно делать ставку на ослабление европейской валюты. Наша цель пока неизменна, ждем 1.10, потом 1.08. До 1.10 остается там совсем чуть-чуть, чуть больше 50 пунктов. Что касается пары доллар-японская иена, здесь стоит отметить еще один очень хороший макроэкономический отчет, который посвящен рынку недвижимости. В частности, индекс настроения на рынке недвижимости. Вчера, согласно этому отчету, можно уже прийти к выводу, что на текущий момент статистика указывает не просто об улучшении потребительских ожиданий, но сейчас этот индекс находится на максимуме с 2005 года. О чем это говорит? Это говорит о том, что потребители с оптимизмом смотрят на рынок недвижимости, согласно с тем, что сектор улучшается и стабилизируется. И в целом, честно говоря, я абсолютно ничуть не удивился, когда увидел такой хороший индекс вчера, потому что как раз июльские показатели по продажам на вторичном рынке недвижимости, они также были на многомесячных максимумах, по-моему, со 2007 года это как минимум. То есть, фактически у нас также значительный период, почти из 10 лет, который позволяет нам с таким же оптимизмом смотреть не только на рынок труда, но и уже на рынок недвижимости. То есть, можно поставить по экономике США в целом два огромных плюса, что, скажем, три из, точнее, две из трех основных задач, они по сути уже реализованы американским руководством, скажем, перед тем, как пойти, собственно, на решение, касающееся ужесточения монетарной политики. Поэтому сейчас мы продолжаем делать ставку на усиление позиции доллара. Опять же, если говорить про рынок недвижимости, здесь можно обозначить следующие, скажем, сценарии и ожидания. Если растут продажи на вторичном рынке недвижимости, значит, сами продавцы, собственники домов прекрасно понимают, что повышение процентной ставки уже не за горами, повышение процентной ставки сделают ипотеку более дорогой. И, соответственно, сейчас пытаются реализовать свое имущество, точнее, недвижимость, создавая параллельно более приемлемые условия для потенциальных покупателей. Это такой потребительский взгляд, конечно же, на возможные сроки по повышению процентной ставки. Но они присутствуют, это не лишний, скажем, аргумент в пользу нашего взгляда на перспективы доллара и касательно нашей длинной инвестиционной идеи по паре USD и иена. В это воскресенье были опубликованы еще данные по ОВП Японии. К сожалению, статистика плохая, поэтому можно еще делать локальный фактор и ставку на ослабление японского актива. Поэтому доллары японская иена, консолидация и проторговка идет в районе 124.50. В принципе, рядом с этой отметкой находимся уже давно. Следующей целью будет 125, ну а там, как я уже говорил, должны пойти еще выше, тем более, что основания для этого имеются. Если протоколы станут причиной роста американской валюты, цель 125.50 будет легко реализована уже до конца этой недели. Еще пару слов хотел сказать про австралийца. На текущий момент мы видим актуальные котировки 0.73.55.60 примерно. В целом австралийский доллар находится под давлением прежних фундаментальных факторов. Это снижение цен на сырьевые товары, объективная слабость экономики, проблемы на рынке труда, низкие показатели капиталовложений и инвестиций. Несколько часов назад были опубликованы протоколы, а в целом, что можно усвоить по факту публикации данного релиза и обновленного монетарного курса. В целом, Резервный банк Австралии отметил позитивную роль, а точнее даже возможный оздоравливающий эффект экономического стимула в формате снижения процентной ставки, что мы наблюдали буквально месяца с небольшим назад. И эти стимулы должны оказывать поддержку национальной экономике в дальнейшем. Снижение процентной ставки стало причиной как раз повышенных инвестиций, но, правда, они все равно находятся на не тех уровнях, которые хотелось бы сейчас видеть. Серьезным риском сейчас остается снижение цен на сырьевые товары, опять же, по причине серьезных проблем в Китае. Падают цены на железную руду и на энергетический уголь. Это две основные статьи экспорта Австралии. Кроме того, мы также говорили, что на прошлой неделе Китай девальвировал национальную валюту. Здесь две стороны медали. Девальвация валюты приводит к повышению конкурентоспособности национальных производителей. Соответственно, экспорт становится более дешевым. Но вот что происходит с импортом, здесь также из логических соображений ясно. Импорт дорожает и создает, соответственно, давление, преграды для основных стратегических партнеров Китая, к которым, разумеется, относится и Австралия. Поэтому понижательный тренд по австралийцу сохраняется. На долгосрок мы уже ориентируемся на движение пары OutUSD ниже уровня 0.73. Наша цель, может быть, будет реализована даже до конца этого года 0.70. И, в принципе, такие же понижательные риски характерны и для новозеландской валюты. Если уже заговорили про сливые активы, не стоит забывать про пару USDCAD. Это также интересный тандем активов, поскольку на канадца сейчас оказывают весьма негативный эффект, опять же, снижение цен на энергоресурсы. А вот доллар продолжает пользоваться поддержкой национальной статистики и расти на тех ожиданиях, которые позволяют трейдерам и инвесторам предвкушать возможное ужесточение монетарной политики. Поэтому USDCAD сейчас актуальной котировки примерно 1.31, но я думаю, что возвращение выше уровня 1.32 – это вопрос, по сути, ближайших дней. И еще одна интересная инвестиционная идея. На долгосрок, напомню, по USDCAD мы ставим на движение в район 1.35. Что касается кодового слова, на сегодня это тренд, величина бонуса 5.5%. Вопросы есть? Поскольку вопросов нет, большое спасибо за внимание. Ждем, разумеется, комментариев и вопросов на нашем официальном канале на YouTube о Markets. И также не забывайте, что буквально недавно мы запустили форум, который как раз приурочен к нашей компании. Там есть у меня своя ветка, можно транслировать ваши вопросы туда. И, по сути, это дополнительный канал коммуникации. У нас будет возможность с вами общаться даже на этом форуме в рамках «Внутри дня». И я постараюсь отвечать на самые, скажем, актуальные темы, которые вас интересуют с точки зрения трейдинга. Поэтому еще раз большое спасибо за внимание, хорошей торговой сессии и до завтра.